На коллегию съехались прокуроры со всего края. Участие в заседании также приняли глава региона, председатель законодательного собрания края и руководители силовых структур. Одна из основных проблем, которую подняли служители закона, это обманутые дольщики и борьба с незаконным строительством. По словам Вениамина Кондратьева, благодаря принципиальной позиции прокуратуры уже удалось достичь значительных результатов. С начала этого года суды края вынесли 144 решения о сносе самостроев. Самострои уродуют города, но они еще больше уродуют экономику, нормальную экономику. Дешевый квадратный метр бьет по добросовестным застройщикам. Они предусматривают все, что необходимо для того, чтобы получить разрешение о строительстве и сделать его качественным. А самостройщики, они же ничего не получают. У них нет ни парковок, у них нет ни инфраструктуры, поэтому и жилье-то у них дешевле. Такое понарепили по-русски, скажем, что кто будет нести ответственность завтра, когда жильцы этот дом застелят. И в какую сторону он поклонится, влево-лево-право, или просто развалится на две части. Вот это самый главный сегодня вопрос. Эту ситуацию только все вместе мы можем сегодня переломить. Пусть нас обвиняют в непопулярных, а может быть, мерах, те самые, которые заинтересованы в том, чтобы это продолжалось. Самостроенное строительство. Вот, в первую очередь, здесь все-таки мы с вами должны поставить комфортную жизнь людей, их безопасность и, конечно же, закон. Вот и все. Суды направлены свыше 40 исков о запрете привлечения средств граждан для возведения объектов недвижимости в отсутствии разрешения и распространения недостоверной рекламы. Продолжена практика судебного понуждения недобросовестных застройщиков к проведению построек в соответствии с требованиями безопасности комфортного проживания граждан. Возбуждались уголовные дела. Однако проблема незаконного строительства и обманутых дочек по-прежнему актуальна. Данные вопросы необходимо держать на постоянном контроле. Обратить внимание, губернатор края просит прокуратуру и на мошеннические схемы заработка. На фоне экономических трудностей в стране все большей популярностью пользуются быстрые кредиты, подзавышенные проценты и даже финансовые пирамиды. Вениамин Кондратьев предложил организовать комплексную проверку таких организаций. В свою очередь прокурор края Леонид Корженек акцентировал, что сотрудники ведомства должны не только следить за исполнением закона, но и самое главное – самим действовать в его рамках. Безусловно, сотрудники прокуратуры работали напряженно и сделали очень многое, зачастую не считая с личным временем. Однако имеются серьезные нарекания к прокурорским работникам по поводу воспитательной работы в коллективах. В полтора раза возросло количество служебных проверок и более чем в два числа прокурорских работников, в отношении которых они проведены. Продолжает иметь место грубое нарушение присяги прокурора и кодекса этики. Использование должностного положения, вопреки интересам службы. Каждый из нас, который сидит в этом зале, абсолютно грамотные, компетентные специалисты. Конечно, правовое поле разное, безусловно, оно никогда не было одинаковым. Но на то и есть прокурор, который ориентируется в правовом пространстве. Не будьте сами прикрытием для мошеннических схем. Понятно, что есть форма, есть содержание. Подчас форма соблюдается и отвечает всем требованиям закона. А содержание в реальной жизни потом ни в какие рамки не лезет. Мы можем сколько угодно прикрываться объективными моментами, в том числе и правовым полем, где-то несовершенными. Но с собственным убеждением, которое должно быть у каждого. Если оно идет в разрез, на самом деле, реальной жизни и людей, и экономики, и в крае, вот я никогда не соглашусь. Одной из важных тем на коллегии также стали преступления против детей. По мнению губернатора края, наказания за них должны нести не только те, кто их совершил, но и те, кто допустил правонарушение. Это касается и недавнего убийства девочки на жидостанции Магри. Для того, чтобы трагедия не повторялась, Вениамин Кондратьев поручил проверить соблюдение детского закона в районах. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Другие системы.